Еще один случай чуть более сложный. По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух И правит окриками, вьяными Весенний и летволный дуг По сторонам многоточия, запишите, пожалуйста, себе пример. Это Александр Блок за сей раз. Это начало его, может быть, самого известного, самого знаменитого стихотворения. Незнакомка. Александр Блок, Незнакомка, 1906 год. Начало именно такое. Что делать здесь? Ну, как всегда, не гадать сначала. Сначала просто, по-честному, посмотреть на строки. Ну, как? Мне кажется, значит, видите. Да, пожалуйста. Четырехтопный ям. Разноступный. Четырехтопный, разноступный, не знаю. Разноступный ям. Разноступный ям. Ну, я точно это мне уже нравится. Откуда вы это знаете? Может, это хорей? Мамой клянусь. А почему не хорей? Ям. 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 Все согласны? Ям. 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 Весенней и. Леторорный. Дух. Ям. Ям. Весенней и. Летворный дух. Ям. Ям. с остальными? Остальные, значит, варианты. Значит, здесь у нас пропуск где случился? Окриками. Окриками и пьяными. То есть на третьей стопе случилось? И после четвертой стопе. Ага, вот на пятой это мне нравится. То есть вы въявили, в этом нашли пять стоп? Нет. На четвертой стопе. Пяти стоп нам или четырех стоп? Давайте решим. Разно стоп, да? Разно стоп, четырех стоп. Разно стоп, пьян, пять. Так, давайте поговорим. Здесь возможен ли пропуск после на последней стопе? Нет. Нет. Невозможно. Значит, с этим что-то надо делать. Что это такое? Это вариант, как раз яма. Это вариант яма. Тогда их пять. Нет. Тогда надо читать по вечерам, но до ресторана не. Последняя стопа должна считаться там, где ударение. Ага, последняя стопа должна считаться там, где ударение. Длительно очень важно. И вот это, пожалуй, вам тоже следует себе как-то отметить. что после последнего ударения может быть все, что нужно. Просто оно будет в рифме. Вот эта строчка похожа была у нас на Ломоносовское, скажем. Великий Петр нам дал блаженство. Горячий воздух дико-глухо. Да-да. Просто то же самое. Та же строчка полноударного яма. А вот здесь что-то по-другому. По вечерам над ресторанами. Посмотрите в вашей восемь форме яма. Подскажут, что это может означать. Какая строчка из нашего, ну так сказать, контрольного стихотворения, да, помнится? Про филолога некоего. Помните? Филолога некоего. Помнится? Какая из них подходит вам? Шестая. Шестая, конечно. Шестая. Шестая. Там она звучала полностью, да? Себелюбивая жена. И вот это нас уже не помогло. Что там дальше? Правда? Правда. Это очень важно. Все, что после повторения в строке, называется окончанием или клаузулой. Такое страшное, словечко еще одно. Можете не запоминать, конечно. Но это окончание и одно. Ничего для определения размера нам сколько не даст. Получится, что это нормальная шестая форма того же самого четырестокого яма. Тогда это какая? Ту-стой евро. И праве окриками ямы. Пропуск на третьей стопе. Значит четвертая, если пропуск на третьей стопе. И здесь пропуск на второй, значит третьей. Да? Значит третьей. То есть, действительно, все это все равно ям четырестокого. Другое дело, что его такое необычное окончание. И, конечно, от этого меняется неразмер. 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 Но... Действительно. Дальше. Дали над пылью переулочной. Над скукой загородных дач. Чуть золотится крендель булочный. Раздается детский плач. Тот же самый ям. Тот же самый ям, конечно. Но как он далек от Лавоносовского. Помнится? Целую ручки, что выдержали природа мудро в свет това. И так далее. Вот оно многообразие. Да? Вот оно. Вот их красность. Да? Потому что мы еще можем включить одно мощное средство. Это рифму. Вот dr 608 Боже. Джautная...